С 1 января 2019 года на территории Владимирской области будет реализован проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты страхового обеспечения». Сегодня об этих изменениях мы поговорим с управляющим государственным учреждением Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Алексеем Копиным. Алексей Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в чем особенность этого проекта и какие преимущества появятся у застрахованных лиц? В настоящее время региональное отделение и Фонд социального страхования работают с работодателями и страхователями нашей области по так называемому зачетному принципу. Суть зачетного принципа заключается в том, что пособие работающим гражданам выплачивает работодатель в счет начисленных страховых взносов в Фонд социального страхования, а Фонд перечисляет лишь разницу между суммой начисленных страховых взносов и размером выплаченных пособий. В том случае, если денежных средств на выплату пособий недостаточно, предприятие обращается в филиал по месту регистрации Фонда социального страхования и получает там необходимое количество денежных средств в виде возмещения. При этом нужно отметить, что начиная с 2011 года на территории Российской Федерации Фондом социального страхования реализуется пилотный проект, который называется «Прямые выплаты страхового обеспечения». Суть данного проекта заключается в том, что начиная с 1 января 2019 года, выплаты работающим гражданам будет проводить уже не работодатель, а непосредственно территориальный орган фонда, коим является Владимирское региональное отделение. Территориальный орган фонда на основании тех сведений, которые работодатель будет предоставлять, будет производить назначение, исчисление и выплату пособий по социальному страхованию непосредственно застрахованным гражданам. Вот если говорить про преимущества для наших горожан. Преимущества для застрахованного граждана следующие, их несколько. Первое преимущество в том, что застрахованному гражданину будет гарантировано свое назначение и выплата пособия в полном объеме. Второе преимущество и самое главное, наверное, это в том, что независимо от того, в каком финансовом состоянии будет находиться организация или предприятие, в котором она работает, выплата пособий также будет производиться временно, потому что зачастую возникают случаи на проблемных предприятиях, таких, которые находятся в различных стадиях банкротства, либо в процессе ликвидации, или к счетам, которых применяется очередное списание, у работающих возникают сложности с получением современных пособий, то при переходе на прямые выплаты этих сложностей уже не будет. Кроме этого, есть еще несколько преимуществ, но назову хотя бы два. Первый – это удобный способ и выбор варианта получения пособия, то есть работающий гражданин может его получить либо на лицевой счет в банке, либо почтовым переводом. Ну и последнее преимущество в том, что при переходе на прямые выплаты минимизируются какие-либо конфликтные ситуации, которые могут возникнуть у работодателя и работающего гражданина на предприятии. При переходе на прямые выплаты, нужно это отметить, работодатели уже будут уплачивать страховые взносы в фонд социального страхования не за минусом расходов, как ранее, а в полном объеме. Страховые взносы на случай времени нетрудоспособности и сей с материнством будут перечисляться, как раньше, в налоговые органы, поскольку они администрируют данный вид страхования. А страховые взносы от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний, как и ранее, будут перечисляться в фонд социального страхования. На сегодняшний день сколько уже субъектов Российской Федерации участвуют в этом проекте? На сегодняшний день в пилотном проекте участвуют 39 субъектов Российской Федерации. С 1 января следующего года к пилотному проекту присоединяется еще 11, в том числе и наша Владимирская область. И поэтапно до 1 января 2021 года все оставшиеся регионы, кто еще не работает на прямых выплатах, также перейдут на прямые выплаты, в том числе и наши ближайшие соседи, и Рязанская, и Ивановская, и Ярославская области. То есть отдельно обозначим, какие виды пособий будут выплачиваться непосредственно Владимирским отделением ФСС, а какие останутся у работодателя? С 1 января 2019 года региональное отделение на основании представленных страхователям сведений будет назначать и выплачивать следующие виды пособий. Это пособия по временной нетрудспособности, в том числе связанные с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Пособия по беременности рода, единовременные пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет, и оплата дополнительного отпуска сверх ежегодно установленного, предоставляемого на лечение, в том числе оплату проезда к месту лечения обратно для тех лиц, кто пострадал от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваниях. Кроме этого, региональное отделение будет продолжать возмещать предприятиям, производимые ими расходы на выплату социального пособия на погребение, оплату четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком инвалидом, и также мы будем производить возмещение расходов, произведенных страхователем, на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. По какой схеме будут строиться отношения работодателя и работников? Схема несложная, она очень простая, особенно для работника. Работник, как и прежде, при наступлении страхового случая должен подать заявление работодателю, заявление установленного образца с указанием удобного для него способа получения пособия. Работодатель в течение пяти дней должен, после принятия заявления, должен оформить свою часть заявления и передать эти сведения в фонд социального страхования. При этом нужно отметить, что все предприятия и организации, у которых среднеспеченная численность работающих более 25 человек, обязаны предоставлять реестры сведений по застрахованным гражданам в электронном виде, заверенной электронной подписью. Те предприятия, у которых численность работающих менее 25 человек или 25 человек за предшествующий календарный период, также имеют право передавать реестры сведений в электронном виде, но кроме этого у них есть еще право передавать документы на бумажном носителе. Но здесь очень важно отметить, что удобнее предприятиям передавать документы в электронном виде, поскольку тогда представление документов на бумажном носителе не обязательно. И в этом случае, если передают в электронном виде, все документы на бумажном носителе, они хранятся у страхователя в организации непосредственно. Каким образом будут модернизированы электронные реестры? Ведь система меняется. Вы знаете, мы уже довольно-то большое количество семинаров с предприятиями и организациями области провели. Существуют, во-первых, программные продукты, которыми пользуются бухгалтера на наших предприятиях и организациях. Это 1С Бухгалтерия, СБИС, Контур. Вот в этих программных продуктах предусмотрена возможность выгрузки файлов, сведений, необходимых для назначения пособий. Кроме этого, Фондом социального страхования разработан свой программный продукт. Его бесплатно можно скачать на нашем сайте. Он называется «Автоматизированное рабочее место расчета и пособий ФСС», в котором также все эти возможности предусмотрены. Ну и кроме этого, некоторые предприятия используются своими программными продуктами, уже доработанными. С их помощью тоже можно передавать файлы и сведения в электронном виде. В связи с переходом на эту новую программу, какие еще обязанности появятся у Фонда социального страхования? Ну, во-первых, у регионального отделения появляется обязанность налогового агента по уплате и удержанию налога на доходы физических лиц. В той части пособия, это касается пособий по времени трудоспособности, когда за первые три дня оплачивает работодатель за счет собственных средств, налог на доходы физических лиц будет удерживать работодатель и уплачивать соответственно. А те пособия, которые будет оплачивать Фонд социального страхования, мы будем проводить удержание налога на доходы физических лиц. И кроме этого, филиалы регионального отделения будут по заявлениям граждан выдавать необходимые документы. Это справки по форме 2 НДФЛ, либо всевозможные справки, которые нужны будут работающим для получения каких-либо субсидий, либо какие-то другие документы. Многие уже испытали на себе преимущество электронных листков нетрудоспособности. Каким образом улучшится ли вот это внедрение нового механизма в этот отношение? Переход на прямые выплаты как раз упростит предприятиям и организациям, которые уже работают с электронным листком нетрудоспособности, формировать в электронном виде реестры, которые будут передавать Фонд социального страхования, поскольку они из информационной системы подгружаются в формируемые ими реестры автоматически. Ну и кроме этого, следует отметить, что пользоваться электронными больничными листами гораздо удобнее, чем бумажными. У нас в настоящее время уже в Владимирской области 77 лечебных учреждений выдают электронные листки нетрудоспособности. Это удобно и работодателю, это удобно и гражданину, поскольку электронный больничный лист невозможно ни потерять, ни подделать, ни испортить. И кроме этого, не нужно выстаивать очереди в тот период, когда нужно закрыть больничный листок. Он автоматически попадает в информационную систему и работнику просто сообщается, что со следующего дня он должен выйти на работу. Как вы считаете, когда мы уйдем полностью от бумажных листов? Вы знаете, мы совместно с департаментом здравоохранения очень активно работы в этом направлении проводим. У нас практически уже все государственные лечебные учреждения перешли на электронный больничный лист. Ну и некоторые частные лечебные учреждения. Но частных лечебных учреждений у нас очень много. Несмотря на то, что те услуги, которые они оказывают, довольно-таки платные, я имею в виду, довольно-таки приличные суммы стоят, но у них какие-то сложности с получением на врачей электронных цифровых подписей. Но, тем не менее, мы эту работу с ними постоянно проводим, призываем к тому, чтобы и они, поскольку имеют лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности, тоже стремились к тому, чтобы выдавать электронные больничные листы. Кроме этого, мы ежегодно, вернее, бланки больничных листов мы получаем централизованно. Фонд социального страхования их заказывает. Кстати, очень большие расходы несет по этому поводу. И мы уже в этом году лечебным учреждением количество бланков, которые выдаем на бумажные носители, на 20% уменьшили. И ежегодно количество бланков на бумаге будет уменьшаться. И все-таки мы придем к электронной системе. То есть, принудительный метод, он тоже будет работать. Что касается информирования работодателей и населения по внедрению новой программы, каким образом работает ФССР? Вы знаете, я не буду хвалиться, но скажу, что, скорее всего, вряд ли какое-то еще ведомство проводит такую информационно-раздневную работу с введением какого-то нового пилотного проекта, как фонд социального страхования. Мы начали заниматься этим вопросом, как только нам стало известно о том, что с 1 января переходим на пилотный проект «Прямые выплаты». Что сделано за это время? Во-первых, мы очень подробно всю информацию разместили на нашем сайте регионального отделения. Там есть отдельный раздел, который называется «Прямые выплаты». И там полностью вся необходимая информация есть. Кроме этого, по адресам электронной почты предприятий и организаций, всю необходимую информацию, которую они должны знать, мы ее разослали. Мы также попросили наших коллег с областной налоговой разослать всю нашу информацию по адресам электронной почты, которая имеется у них. Они пошли нам навстречу, тоже это сделали. Кроме этого, распечатали большое количество лифлетов, плакатов. Эти лифлеты и плакаты не только для работодателей, но и для застрахованных граждан, которые им выдаются. Помимо этого, во всех муниципальных образованиях области уже провели семинары, где рассказали весь порядок перехода на «Прямые выплаты» и порядок взаимодействия и работодателя с фондом социального страхования и застрахованного с работодателем. И до сих пор проводим большую информационную раздельную работу. У нас даже постоянно действующие семинары в помещении регионального отделения проводятся. Мы собираем информацию от всех желающих, кто хочет поучаствовать в этих мероприятиях. И в течение двух или трех дней в неделю эти семинары проводятся по нашему адресу Октябрьский проспект 47Б. Мы желаем вам успешной реализации этого проекта. И все-таки очень хочется, чтобы мы все сегодня шли в ногу со временем. Кстати, о времени. До Нового года осталось совсем немного дней. У вас есть возможность поздравить наших телезрителей с Новым годом? Что бы вы пожелали? Я бы пожелал всем телезрителям, во-первых, кто здоров, оставаться здоровыми. Тем, кто болен, как можно быстрее выздоравливать. И самое главное, чтобы у нас в следующем, в 2019 году, как можно больше случаев страховых было приятных. Это тогда, когда рождаются дети. Когда у Фонда социального страхования появляется обязанность производить все из этих выплаты, всевозможные, связанные с материнством. Ну и всем людям я просто бы хотел пожелать доброго здоровья, счастья, любви и благополучия. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Алексей Копин, управляющий Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Спасибо вам и до новых встреч, до заменения в Новом году. Спасибо. Я думаю, что мы в следующем году встретимся. Я вам расскажу о том, как реализуется уже пилотный проект «Прямые выплаты». Прямо сейчас коротко резюмируем итоги нашего разговора в информационном ролике. Коллега, чего грустишь с утра пораньше? Весело тебе. А у меня оплата крупного контракта с утра не может пройти. На зарплату людям деньги есть, а чтобы пособие оплатить, вот как раз с этого контракта нужно было сделать. Расчеты, подсчеты, одни сплошные нервы. И вот так вот каждый раз. История знакомая. Не переживай, скоро все изменится. С 1 января выплаты будет проводить напрямую Фонд социального страхования. И тебе жить легче, и людям пособие точно в срок. Теперь работающее население будет получать пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и другие социальные пособия не от работодателя, а напрямую с Фонда социального страхования. При этом зачетный принцип расчетов между работодателями и Фондом социального страхования упраздняется. Страховые взносы будут перечисляться в фонд в полном объеме и оттуда поступать гражданам в виде пособий. Руководителю нужно только сообщить работникам о новом порядке выплаты пособий и обеспечить своевременное перечисление взносов в Фонд социального страхования. Главная цель реализации на территории нашей области пилотного проекта Фонда социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты» это обеспечение гарантированного получения работающими гражданами пособий по социальному страхованию вне зависимости от финансового состояния их работодателей. Новый порядок назначения выплаты пособий дает работающим гарантию того, что выплаты будут производиться своевременно и в полном объеме. С порядком начисления пособий, сроком их назначения и других особенностях перехода на прямые выплаты читайте на официальном сайте Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. www.3wfss33.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин